В поселке Южно в детском саду номер 197 реализован проект изготовления детской площадки для детей с ограниченными возможностями. Данный проект в рамках инициативного бюджетирования, то есть общая сумма контракта составляет 1 120 000 рублей, доля вклада родителей финансовая составляет 10%. Одним из главных событий в селе Власико в 2024 году, конечно же, был ввод в эксплуатацию нового корпуса школы номер 98. Школа была построена по национальному проекту образования за счет средств из всех уровней бюджета – федеральные, краевые и городские. И, конечно же, огромное спасибо всем и жителям, которые обращались постоянно, и депутатам Барнавульской городской думы, и администрации города, которые вот этот проект фактически реализовали. Мы находимся в Октябрьском районе, в Скверхимиков. В этом году был реализован проект «Спорт. Норма жизни». И в рамках этого проекта была построена замечательная площадка. Это замечательный пример того, как инициативы жителей могут сделать наш город лучше. И 31-го числа мы торжественно, на День города, хотим открыть эту площадку. В 2021 году благотворительным фондом «Капитаны» была запущена программа поддержки молодых предпринимателей в России «Я в деле». Эта программа была рассчитана только на студентов в вузах, и наша команда выступила партнером этой программы в городе Парнауле, Алтайского края. Мы обучили порядка тысячи студентов вузов за год реализации. Но в какой-то момент нам обратились ребята из колледжей и профессиональных образовательных организаций, которые по возрастному цену, к сожалению, в эту программу не могли войти с запросом на получение мягких навыков, на обучение азам предпринимательства, проектного управления. И тогда у нас возникла идея, что было бы здорово запустить похожую программу, но рассчитанную именно на студентов колледжей. Этот проект получил название «А вообще я предприниматель». В этом году он получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежи в виде гранта на реализацию. И уже в этом году мы обучим 500 студентов колледжей города Барнаула, азам предпринимательства, азам проектного управления. Мы с вами находимся на территории общеобразовательной школы номер 96. Это борзовая заимка, это пригород нашего города. Здесь по проекту инициативного бюджетирования появилась вот такая великолепная спортивная площадка. Это программа «Быстрее, выше, сильнее». И на сегодняшний день ученики этой школы и вообще ребятишки поселка могут приходить сюда и заниматься спортом. Всего потрачено 930 тысяч на реализацию этого проекта. Из них 840 – это городской бюджет. И 93 – это жители этого поселка. Мы находимся на месте будущего сквера на улице Гучино, вблизи 126-й школы и дома номер 171-D. Именно из этого дома группа людей проявила инициативу создания на месте пустыря благоустроенного места для людей всех возрастов. Общая стоимость проекта составила более 3 миллионов рублей. 10% – это участие жителей и неравнодушных предпринимателей, организаций, которые располагаются вблизи этого сквера. И 90% – это участие городского бюджета. Все это стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования, поддержанного и утвержденным решением Барнаульской городской думы. С каждым годом эта программа становится более актуальной и популярной и находит отклик у активных и инициативных жителей нашего города. Я уверен, что с годами она станет еще более интересной и вовлечет большее количество заинтересованных людей. Редактор субтитров А.Семкин